Это я уже в ЦДЛ всегда так говорю, но тем, кто не знает Ирину, может быть, я хочу сказать, что это то редкое сочетание, которое в России давало очень интересные такие моменты, потому что Ирина, она профессиональный литератор, само собой, но она еще и профессиональный медик. Как известным профессиональным медикам и писателям были Чехов, Булгаков, вот Ирина, поэтому, но она поэт, поэт, еще разбирающаяся в медицине, профессиональный, периодически главный редактор разных журналов, разных изданий. Последнее тоже издание, которое она возглавляла, был русско-японский журнал «Огенки», и в русско-японском журнале «Огенки» Ирина напечатала стихи венгерского поэта Карла Чеха. Это было потрясающе, то есть, я говорю, что в переводах Ивана Белокрылова, это было очень интересно. А сейчас, Ир, я попрошу твое стихотворение по венгерскому сейчас только прочтет, а ты его по-русски потом скажешь. У него есть, да? Да. Мы есть, я прошел, да? Да, Сережа, это твой журнал, да? Я тебя не имею. Да, я сразу же. Коля, он прочтет. Или это по-русски встречает? Да, да. Да, это по-русски встречает. Просто будет продолжать открытие секретов, так сказать. Ирина, Ковенка, а Боровский утка. А дача облакбол, mint нярун, оlyan hars körülító zöld. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Ничего. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Ирина, Ковенка. Всё с течением удачному в свои дни подчинено. Здесь тоску мою мечистую лечат листья при зале, А когда-нибудь причистая смертной лаской утоли. Сядут петь соседи вечером, растучится домино, Там, где мне с не первым встречным было счастье суждено. Сидела, вспоминала, записала специально, чтобы не сбиться. Вот такое стихотворение. Я хочу сказать о Леониде, как о Человеке-проходе, о поэте. Чем поэт отличается от просто стихотворца, от человека, просто бежущего стихи? Поэт приводит о своей идее, и он творит свой собственный мир, независимый от мира и других поэтов, от тех, кто является его современником, от тех, кто жил до него. Но Леонид, несомненно, такой мир создал и продолжает его строить и возводить. Но он пошел еще и дальше, потому что хороших поэтов, к счастью, много. Поэтов, которые сумели создать собственные политические направления, даже на политические, я шире скажу, направления, на искусстве таких творцов-единицы. Вот один из них сидит перед нами, Леонид Мавадрасский. Метод называется светореализмом. И мне особенно приятно сказать, напомнить, что этот метод, можно сказать, в начале был прописан в Будапеште, в Венгрии. То есть в Венгрии стали писать о светореализме раньше, чем здесь, в России. Потому что мы довольно долго не могли просто достучаться до литературных газет и других изданий. Мы ходили, рассказывали об этом направлении, приносили стратегии, но как-то вот у нас их не брали и пытались замолчать. Сейчас, конечно, все уже изменилось, и вообще на светореализм много написано, сказано. И вот два года назад вышла подборка такой унифеста поэтов реального света в литературной газете. Это как раз вот она была привлечена к 60-летию Леонида в его юбилею. И там, кстати, вот анонсировалась и работа по переводу и изданию книги Леонида на венгерском языке. Это тоже удивительное событие. И когда я думала об этой книге, о том, каким вообще чудом она вышла, я думаю о том, что, наверное, самый такой верный расчет, это расчет, это не иметь расчета, это расчет на бескорестную любовь, которую Леонид испытывает к Венгрии, и которую он залазил действительно всех нас тут присутствующих. Вот он уже цитировал Лилию Мудникову, которая здесь сидит. Да я вспоминаю мальтийский речер, на котором Лиля задавала вопрос представитель мальтийского посольства, который у нас делал доклад. Она спрашивала, есть ли Венгрии на Мальте? То есть у нас всегда вот венгерская тема, венгерский интерес на наших вечерах, в нашем творчестве, в нашей деятельности, она не могла упускать. А действительно, как удивительно пригласили делать нас завалу. Японский журнал. И в японском журнале, не только, да, вышел Гарой Чех, который был назван венгерским поселом, то есть мастер того, миниматюра поэтической. Но до этого тоже выходили вот две статьи о том, как японцы приезжают туда, ешь, приезжают в Венгрию, как они, вот, какими глазами японцы видят Венгрию. То есть вот, на самом деле, мы съездили в Венгрию, посмотрели, увидели там японцев, посмотрели, что им нравится, что они фотографировали, и вот сделали такой небольшой репортаж. Конечно, очень приятно. Леонид вообще в том, как дрожжи. Он, если что-то в ней такое родится, он все взбудораживает. Он на всех сказал, что я врач. Да, он меня с этого пути свернул. Он мне сказал, что ты что, ты же поэт. Надо вступать в литературную институт. Я хочу сказать, что, наверное, никто для меня больше, ну, за исключением родителей, не сделал, чем Леонид. Потому что, да, я изменила профессию. Вот, я встретила Ивана. То есть, мы создали семью, мы был студийцем, бывший Леонида. И Иван тогда учился тоже на геолога-разведчика, а теперь он позиционирует себя в качестве балета. Это же Саша Александр Свиридов, которого вы здесь слушали. Он тоже учился в геолога-разведочном институте. Вот, стихов он не писал, но поэзия жила в его сердце. Он ходил на вот эти вот, на заседания литературной студии, да, как он ходил. Он поил нас чай. В общежитии в комнате. И, соответственно, вот у человека родилась решимость тоже как-то изменить свою жизнь. Но после института вот так учил училища музыкальные и дальше, и дальше пошел уже, как музыкант великолепный. И я думаю, что это все тоже влияние Леонида в какой-то степени. Вот, Леонид просил меня прочитать «Плач Молы». Это первое стихотворение, которое было написано на древнем ленгерском еще языке. И которое вот тоже, оно переведено благодаря Леониду на русский язык, и Ольге. И я еще, опять же, думаю вот о том, что Леонид вполне мог. И, ну, кто делает подстрочники, кто мне вообще во влево в эту работу ведь. Леонид вполне мог и сам вот это стихотворение перевести, ну, читать его здесь перед вами. И честь вообще быть переводчиком первого стихотворения, написанного на ленгерском языке, это очень дорого вообще, такого стоит. И эту честь, при том, что стихотворение, это хоть оно и написано от имени Богородицы, но оно написано средневековым монахом, мужчиной, который очень тонко и прочувствует вот эту вот ленгерскую роль, да, и я думаю, что для них это было тоже гигантского периода. Подарит мне эту возможность. Итак, древний ленгерский плача Марии, неизвестный автор, не была. Обучена плачу, ныне слез потоки не прячу, Скорбь любую снесу неохну, Но без сына, без света, сохну, Ясным солнышком среди ночи, Погляди на меня, сыночек, От положенной горем дани, Мать, испавь свою от рыданий, Грудь от камня кручили, Очи от слез пучили, То ли кровь твоя на землю льется, То ли сердце мое не бьется, Всех миров свет, Всех цветов свет. Чую смертные эти муки, Будто гвозди впились мне в руки, Боль твою взять себе я рада, О, сын мой, моя услада, Кровь из ван течет, как вода, В ноготе твоей нет стыда, Из груди моей рвется плач, Пусть услышит его палач, Скорбь свивает гнездо внутри, Ей нельзя приказать умри, Для себя бы мне салом шить, А родному сыночку жить, За его погибель весь свет В страхе будет держать ответ. О, исполнилось явье стона, Слово вещего Симеона, Днись, как некогда он притрек, Входит в сердце тоски клинок. Лучше дни коротать в разлуке, Ежели не было этой муки, Может, жизнь проведя отдельно, Не страдаем сейчас смертельно. О, палач, что же ты садеял С обозоренной иудеей, Как кресту приглазили сына, Безвинно, под белые руки взяли, Верью тугой связали, Как вора за верь тянули, Чтоб умер, копьем проткнули. Пытайте меня, все едино, Только помилуйте сына, А, говорит, нет, о милости вести, Казните над сыном вместе. Вот такое стихотворение, Еще я знаю, что Леонид не любит, Когда я читаю стихи, посвященные ему, Потому что, видите, в этом, Как это непроятно, Вот, нет, и они не собираются этого делать, Я хочу прочитать стихотворение, Которое тоже родилось, Благодаря Леониду, Благодаря Ольге, Которая пригласила нас на открытие Клуба токайских вил, И которую, да, оно, наверное, Потому что я написала, Леонид написал, собственно, Мы вот такие творческие единомышленники, У нас все так и происходит. Вот такая сказка. Его слабость и крепость возрождают у человека, Это лино приводит в действие, Все избилины мозга, И зажигает в глубине души Волшебный фейерверк, Истрящегося в островом и радости. Жизнь бывает еще и такая, Отворенное в лето окно, И в бокале с букетом такая, Цвета жидкого солнца вино, И не надо решать или-или, Состязаться в грибке и грибке, Нам из бочки его нацелили, Темным, старым, сыром, по грибке, А какая там форинтах сумма, Это лишний для памяти груз, Но остался на небе изюмом, Измышим под реальный вкус, Поселился, как стриж под стрихой, Венгрий, русский, испанец, брит, Полусладкое, полусухое, На любом языке говорит. Вот я пожелаю Леониду, Чтоб его поэта говорила, Он не поэта, если ты вообще спросил, И хочу, чтобы тебе подарить вот эту ручку, Смотри, тут поэтическое электричество, Спасибо тебе большое, спасибо.